Всем привет, друзья! Вы на канале Танина Кухня. Сегодня я буду готовить домашние котлетки, очень сочные и нежные, как у мамы. Здесь у меня мясной фарш, я его сделала сама, говядина и свинина, пропорция 70 на 30. Также сухой хлеб, его надо залить молоком, чтобы он пропитался и стал мягким. Измельчаю лук в блендере. Добавляю лук в фарш, сюда же ввожу яйцо и вымешиваю рукой. Сейчас также перекладываю в блендер булку, которая была замочена в молоке и измельчаю ее. Вот такая кашица получается, это придаст сочность котлеткам. Выкладываем в наш фарш. Соль и перец добавляйте по вкусу. Теперь необходимо вымесить фарш до полной однородности, чтобы все наши ингредиенты хорошенько между собой перемешались. Вот такой фарш у меня получился. Посмотрите, уже однородный, все соединилось. Можно еще несколько раз отбить его, бросив там о доску или об столбный, и я бросаю эту миску. Сейчас мы формуем котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях. Приступаем к формовке котлет. Здесь у меня водичка холодная. Смачиваем руки водичкой, берем фарш. Котлеты делайте, какие вы хотите, какого хотите размера. Большие, средние, можно маленькие. У меня вот такие вот, примерно небольшие котлетки. Когда формуете, также немножко их отбивайте, чтобы вот такая получалась котлетка плотненько, ничего не разваливалось. Вот такие котлетки у меня получились. Получилось 12 штучек. Сейчас обваливаю их в сухарях. Обваливаем в сухарях и сразу же придаем им форму, по своему желанию. Или кругленькие, или продолговатые. У меня будут вот такие. Таким образом, подготавливаем все наши котлетки к обжарке. Сковородку можно уже поставить на огонь, чтобы она разогревалась. Сковорода у меня уже разогрелась. Наливаем масло. Обжариваем на небольшом огне. Сильно большое не надо делать, чтобы она сразу все не сгорела. Примерно полторы минутки с каждой стороны. Первая партия котлет готова. Я подготовила стеклянную кастрюлю, куда я их отправляю. И буду жарить вторую партию. Также я поставила чайник. Мне будет нужна горячая вода. И последнее. Я наливаю в свою кастрюлю немного кипятка. Закрываю крышкой и отправляю в микроволновку. Дойти до готовности примерно на 10 минут при мощности 900 Вт. Также вы можете отправить их в духовку на температуру 150 градусов, также где-то 10-15 минут. Я достала котлеты из микроволновки. Посмотрите, какая красота. Они протомились. Вот такие замечательные. Сочные, нежные, мягкие. Очень домашние котлетки. Друзья, спасибо, что были со мной на канале Танина Кухня. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски. Всем пока!